МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Увлекательный детектив, шпионский боевик и романтическая драма. Истории, взятые из жизни. Собственно, это и есть сама история. История Казахстана, неотделимая от мировой. Смотрите прямо сейчас. Наша версия. Рефлекшнс он Хистори. ЗЕРКАЛО ВРЕМЕНИ Отблеск огня запах ритуальных благовоний. Она бормотала заклинания и пристально вглядывалась в зеркальную гладь, пытаясь в неясных очертаниях угадать грядущее. Но сегодня духи были к ней явно неблагосклонны, возникающие образы ускользали. И мнилось ей, что кто-то из этого непознанного будущего прямо сейчас вглядывается в нее и тоже видит лишь неясные очертания. Мы как будто оказались с помощью машины времени тысячелетия назад, когда, значит, на тело погребенной был брошен последний взгляд и задвинута надгробная плита. 21 век. Научно-реставрационная лаборатория. И никто из этих людей еще точно не знает, что там в захоронении древней принцессы. Очень хочется заглянуть и увидеть, что же вот там, вот под этими вот слоями тлена органического лежит. Во все времена зеркало – это то, что вызывало, с одной стороны, у людей какое-то особое отношение, а точнее страх. Это было связано с душой человека, связано с представлением о душе человека, о полете души человека в верхний мир. Глава первая. В отражении женщины. Жены савраматов придерживаются древнего образа жизни, выезжая на охоту на лошадях и вместе с мужьями, и отдельно от мужей. Они также ходят на войну и носят ту же одежду, что и мужья. Росту она была невысокая. Невысокая, да, маленькая. Да, примерно. Метр шестьдесят. Примерно метр шестьдесят. Ну, в общем-то, как я, получается, да, без капула. Как выглядело, пока неизвестно. Антропологические исследования еще не завершены. Небольшой рост, как сейчас бы сказали, спортивной комплекции, возраст во время гибели – примерно лет двадцать. В среднем продолжительность жизни была чуть больше сорока лет. Она жила примерно две с половиной тысячи лет назад. Вот эта рука, вот здесь она уложена, конечно, была намерена на живот. Вот это вот интересно. И вот в районе таза, под тазом вполне может быть и сумочка, зеркальце, может быть. Золотая женщина из племени сарматов или савраматов, что обитали в южноуральских степях. Золотая потому, как в ее захоронении было свыше пятисот золотых украшений. Здесь было найдено сразу четыре комплекса, что неудивительно. В регионе, по подсчетам археологов, вообще свыше шести тысяч курганов. Это говорит, как будут статьи заселены, о том, как происходил процесс зеления, о том, как развивалась, что история шла, более интенсивный процесс зеления происходил. Уникальность таксайской находки кроется в самом обряде захоронения, говорит археолог Мурат Сдыков. Могила была полностью сожжена. Огонь, судя по всему, разводили на поверхности. Там температура горения была очень высокой, достигала 1700 градусов. Как это было сделано и для чего, пока неизвестно. Но таксайскую принцессу в буквальном смысле возрождали из пепла. Сарматское время, 7-8 века до нашей эры. В те времена у них же было такое правило, что сжигали все вот это самое захоронение. Народ воинственных женщин, народ, управляемый женщинами. Примерно так и переводится слово сарматы. Вот это город Муральск, река Жаик. Здесь все это обитание, сарматы. В истории Казахстана в целом, вот западный Казахстан, Мамозеля, это наш регион, сыграл выдающуюся роль. Выдающуюся роль. Это связано с тем, что наша земля дала не просто примеры казахской государственности с древних времен. Как именовали таинственную владычицу, теперь вряд ли можно узнать. Согласно античным авторам, царственных воительниц нередко называли именами божеств. Царицы считались их земным воплощением. Конусообразный головной убор помогал жрице поддерживать связь с богами. Архар, проводник тонкого духовного мира, эту связь укреплял. И это же размер, и это же форма уже салкиливого. Так что вот эта сама, вот эта форма, образы, она корнями уходит туда. И она же не потерялась, и она до сих пор существует. Колдовские амулеты в виде волчьих клыков, волчьи лапы, знаки свастики на бляшках, казан и жаровня. Еще один сакральный атрибут – гребень. Здесь как раз вот и висит на боку тот самый гребень. Да, 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 тот самый гребень. Возможно, была такая прочёстка. Возможно, у нее были длинные волосы. Ну, скорее всего, да? Да. Издревле считалось, что в волосах женщины заключена магическая сила. Расчесываясь, жрица опять же устанавливала связь с другим миром. Там ничего случайного не было. Каждый предмет, который находился в этом комплексе, выполнял свою определенную функцию. Под треножником жрица разжигала священный огонь, используя древесную смолу или пахучие травы. Затем растирала краски, наносила их неведомыми узорами на лицо и смотрела в зеркало. Это, пожалуй, самый главный атрибут в древней церемонии. Вообще, зеркало, я думаю, это тот предмет, который является своего рода проводником между тем миром реальным, которым мы существуем, и тот мир, который, так сказать, существует за этим зеркалом. Глава вторая. Отплеск прошлого. Зеркало – это жизненный дух элементов металла и воды. Древние зеркала, как и древние мечи, подобны божествам. Это зеркало, которое нашли в захоронении с вот этой красавицей. Да, с этой красавицей. Вместе же оно было в футляре. Вот такое зеркало. Вот отсюда вот. Ага, сейчас. Тяжелое какое-то. Да, как вы думали. Оно было физически сильное. Или, может быть, ей кто-то подавал это зеркало. И вот такое вот зеркало. Ну, оно где-то, наверное, килограмм, наверное, весит. Килограмм весит, да, где-то. Увидеть свое отражение и понять, что ты человек. Первые зеркала помогали самоидентификации. Ими были водная гладь озер, луж и рек. Есть такие емкости, которые иногда называют зеркалами, но это емкости, в которых наливалась вода, это зеркало. Чешевидное углубление на скалы, которые в Агбауде есть. Когда солнце падает под углом, то луч у него преломняется через эту воду и отражается на скале. Отражение далекого прошлого. Зеркала водные, зеркала каменные, святилище Агбаур. Что считается каменным зеркалом? Большие вот такие камни с вогнутой поверхностью, плоские. Наиболее ранние зеркала, которые я знаю, они относились примерно к 7-6 тысячелетия до нашей эры. В 10 тысяч лет от наших дней эти зеркала были сделаны из обсидиана. То есть его вулканическое стекло. Это стекло просто полировалось и образовывалось зеркало. Самые известные древние зеркала из бронзы, правда, позволить их себе могли не все. Дорогое удовольствие. Вот за вами там самые ранние зеркала из Казахстана. Это вариант андроновской культуры, которые... Так эти зеркала, в которые можно было смотреться, они были бронзовые. Их использовали и в повседневной жизни. Скифы, а затем и сарматы очень гордились своей внешностью. Кстати, бронзовые и позолоченные зеркала имели свойство приукрашивать действительность. Бронза основа, а сверху покрыта белым цветом. То ли она может быть оловой, так и серебро. И еще интересно, ими она и пользовалась. Дело в том, что вот эта самая ручка была вот эта протертая. Да, это не похоронное это самое зеркало, а вот протертая. То есть при жизни она и пользовалась. И еще пользовалась она и вот височниками при жизни. В одном половине не хватает. Некоторый есть ремонт. Зеркала применяли и как оружие, слепили врагов. Кроме того, это был световой передатчик, работающий по принципу азбуки Морзе. В период сакски, гунски зеркала использовались жрецами в качестве предметов, которые передавали определенные знаки, информацию. То есть с помощью зеркала, днем, ночью с помощью огня, огонь потом открываешь, закрываешь и передаешь знак. И таким образом за тысячу километров вы тут же узнаете всю информацию, как в сотовом телефоне. Так что это их сотовый телефон. У скифа сарматов были распространены и другие зеркала, музыкальные. Одна часть была гладкой, отполированной, а другая вогнутой, с конусовидным выступом в центре. Между ними помещали кусочки металла и получались зеркальные погремушки. Во время ритуальных танцев служительницы культа не просто смотрелись в зеркало, а еще пели и играли на музыкальных инструментах, типа дамбры. Глава третья. Заговор зеркал. «Ведь дыхание и жизнь всего в небе, когда ты светишь, о прекрасное, на высокой колеснице, о ярко сияющее, услышь наш зов, о обладательница ярких даров». Ручка золотая, и там инкрустация от бирюза ведет. «Всевидящее око, тоннель между двумя мирами, тонким и физическим, магический предмет. Само название маг ведет свое происхождение от древнеиндийского маджа – зеркало. Заглянуть и увидеть плоды своего могущества». «Это сакральные, вообще-то считаются предметами. Зеркало не имело носить каждый человек, это только определенный человек, имеющий определенный статус». Древние медики при помощи зеркал лечили, вводили в состояние гипноза и уговаривали болезнь покинуть тело. Считалось, что серебро, олово и железо снимают жар, а золото и бронза, наоборот, согревают. «Магический характер зеркал, он часто давал возможность использовать их в каких-то целительских практиках». Иногда с бронзовых зеркал попросту соскабливали кусочки и давали больному как лекарство. Через зеркало можно навести порчу, и в то же время это тоже оберег. Это, опять же, связано с солнечной символикой, с Солнцем, с символом Солнца, и как раз с людьми, которые принадлежали они людям, которые отправляли какие-то религиозные магические действия. Известное изображение эскивской женщины, которая в левой руке держит зеркало, а перед ней стоит человек и пьет из сосуда. Предположительно, это брачный обряд, во время которого молотожены смотрят на свое отражение. Впрочем, согласно другим версиям, древний ритуал посвящения или поклонения на изображении женщины явно главенствует. Зеркало сопровождали человека и после смерти. Разламывали, когда в могилу ложили, вот чаще всего вот это разламывали на две части, или половину оставляли, или разламывали и обе части, уложили вместе с покойником. В основном в женских погребениях встречаются зеркала, но в редких случаях и в мужских погребениях встречаются. Наши предки воспринимали мир по ту и эту сторону зеркального отражения, как единое целое, как движение времени. Человек этот сам не умирает, уходит иной мир, а на его месте другое, вечное обновление жизни, день и ночь. Эпилог. Посредник между двух миров. Образ времени сложный в восприятии и сейчас, и в далеком прошлом. Большинство древних представлений о нем связаны с водой. Река, которая течет, меняется, в ней отражаются лица, события, эпохи. Зеркало времени. Самое главное открытие для нас, имеющее научное значение, это то, что мы практически очень мало знаем сами древнюю свою историю. Очень интересное его же дальнейшее изучение. И она, мне кажется, откроет очень большую страницу нашей истории культуры. Заглянуть в зеркало и увидеть судьбу мира. Не каждому дано. Но, похоже, эта золотая жрица не просто читала тайные знаки настоящего, умела видеть отблески и прошлого, и будущего. Весь движущийся мир склонился пред ее видом. Прекрасное создает свет. Да прогонит светом враждебность щедрая дочь неба. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова